окей-докей мои друзья и с вами снова крошбой и долгожданный обзорчик что я обещал по рейсеру 250 2018 года эндурокрос но другое название у него пантера я там не знаю как он там дальше его маркировка полностью вот что было что сделал как переделал и что да как о чем с того то что вилка работала плохо на нем тяжко и было вообще было просто дубовая слил масло вот поменял масло залил как и должно быть все по норме в каждую вилку работает сейчас изысканно смазал и пыльнички вот все прям в восторге все супер работает но подкачал резину до нормы но я сделал двушечку в обоих колесах так как иногда езжу вдвоем с девушкой так продолжим дальше смазал все троса троса были вообще полностью сухие перебрал проводочку всю проводку я разбирал все кремы смазывал смазывал конечно же силиконом обычным не без заморочек для всего аккуратненько их упаковал стяжечками чтоб ничего где не мешалось тут все изолентой обмотал чтоб все было прям четенько пробег уже 71 километр полет пока нормальный насчет тормозухи тормозуху я сменил залил вот 4 прокачал все работает супер я не знаю то что там жалуются многие тормоза плохие задние плохие тормоза нет все прекрасно все хорошо тормоза работают четенько просто надо было смазать надо было смазать резиночки чтоб бегали они все стало работать изысканно проводку тоже все убрал все обмотал за лентой тоже тут все сзади где смазал ничего нигде не торчит но единственный понятное дело там массовый провод он остался все остальное я убрал убрал под пластик все скрыто что еще поставил ну поставил понятное дело фильтр потому что бензин у нас в рашке отстойный хотя езжу на газпром заправляюсь и заливая только 95 в него потому что 92 это можно сказать тот же самый 80 даже машина на нем отказывается ездить дальше аккумулятор аккумулятор это вообще своя тема что давался там электролит готовый это полная фигня сливайте его разряжайте аккумулятор сначала снимайте его заливайте нормальный стоит он недорого вот поставил трубочку сливную вот если что-то начнет там перезаряжаться что-то там кипеть все будет уходить в дно нафиг на улицу вот масло еще не менял вот масло в принципе там такое обкаточная как вода но сначала как бы сказали то надо покатать на нем 100 километров осталось немножко 70 километров уже купил масло вот матюлевская для четырехтактных двигателей все прекрасно вот глушитель это отдельная тема глушитель любит ржаветь по кругу ржаветь внутри вот как избежать эту всю ситуацию чтобы это не ржавел прыснул по кругу силиконом прыснул туда силиконом силикон по крайней мере выдерживает очень большую температуру и когда мы можем заводить его холодным он по крайней мере не оставляет коррозии не оставляет цветение ничего такого так ну газ подрегулировал карбюратора здесь так себе отстойный еще нюанс то что насчет троса сцепления сцепление я конечно же регулировал надо примерно там сантиметра два вот два сантиметра свободного хода трос сцепления был пропущен под этой штукой и уходил он вообще в эту дырку почему вот он и протерся перебил его немножечко ну ничего страшного я его подсмазал все сделал тросик свое время отходит по крайней мере сезон так проблема была важная первая проблема проблема была с тормозным шланчиком что он шел отсюда во и он идет он очень длинный идет на передний суппорт вот поднял его потому что он был опущен полностью вниз смотрел вниз и поэтому прям упирался вообще суппорт суппорт ходит ну как бы все равно вибрации туда-сюда ну как-то не культура на было поэтому он терся меня об вилку вилочку как бы я его отодвину он теперь вон практически палец пролазит свободно вот пропустил все его нормально он был пропущен здесь у фары поэтому у него дуга была большая и здесь его закрутили к верху то есть он уходил вверх закрывал то есть всю приборную панель вообще либо закрывал либо он уходил сюда либо он уже шел отсюда и вот такой вот дугой большой но это опасно потому что все-таки же мотоцикл этот создан чтобы ездить по лесам полям не дай бог веточка не дай бог палочка и нахрен это тормозной шланчик блин оторвет мама не горюй вот открутил повернул его впрямо сделал ровненько поэтому он сразу обходит у меня приборную панель то есть я сижу я все прекрасно вижу он обходит меня приборную панель был он на пропущен здесь но здесь он реально терся и об металлическую эту пластину поэтому я его пропустил защита рук он свободно ходит никому ничего не мешается потому что руль ходит вместе с ним нигде ничего ему не мешает как бы да то что здесь он вот немножечко но подтирается но вам по крайней мере здесь он в рубашке находится защитный дополнительный ну как-нибудь там еще что-нибудь придумаю как его можно пропустить скрыть и чтобы он реально там не мешался потому что ну он реально очень длинный и надо как-то смотреть и думать какой-нибудь заказать более короткий чтобы ну такой фигни не было в остальном я его полностью разбирал снимал бак снимал сиденье снимал весь пластик оставлял чисто только раму и двигатель залил все как у мавилем чтобы по крайней мере не ржавела потому что вода она будет везде маятник тоже весь пролил как бы хватит нормальное время на всю принципе его китайскую жизнь сборка я скажу по сравнению с ирбисом ттр 250r который у меня был этот намного лучше сделал намного лучше рама намного лучше сделаны швы они прям культурные не то что там наварено защита защита реально очень толстая очень чтобы согнуть но это надо реально будет постараться болты ну так как русская сборка я думаю то что болты это наше потому что они реально не тянутся они не сыромятина они не ломаются я их подтягивал потягивал хорошо прям тянул смачненько все было прекрасно все было хорошо так насчет заднего колеса заднее колесо изначально бы стояла криво очень 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 криво я его выровнял все как полагается цепь он ровненько стоит цепь была перетянута цепь была сухая цепь принципе ну это для езды вдвоем ну и для одного то что ничего не прыгает не стучит все прекрасно все хорошо вот ну маркер здесь очень хороший это сравнение с ирбисом это вообще это просто сказка это можно его сравнить как уже с т2 каю потому что он ход у него очень длинный у него еще есть стоит отбойник мотоцикл реально плавненько ходит съедает вообще все кочки ямки вообще все 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 нареканий нету вилка работает тоже хорошо ход большой заливал 300 миллилитров в каждую вилку но обычного гидравлического масла все тоже прям супер супер все соединения все везде просто прорабатывал все силикончиком все везде тоже здесь все резинки силикончиком везде все силикончиком ушло примерно наверное два баллона чтобы это все сделать так воздушка была прикручена карбюратору криво и точнее и практически не хватало с одной стороны он вообще подсосывал болт этот был вообще съеден полностью просто я не знаю с чем его там закручивали наверное шуруповертом электрическим потому что некоторые болты ну реально приходилось менять потому что их просто-напросто счесывало эти болтики они хорошие мотоцикл реально был под дождем ездил под дождем ездил по лужам везде лазил ничего нигде не ржавеет все везде прям блестящее хорошая опять же есть сравнение с ирбисом у ирбиса даже не на ездящем мотоцикле стоящим просто в гараже все цвело и благоухало можно сказать месяц подождать и вообще на нем бы дерево бы выросло или кусты так в принципе все остальное нормально подшипники опять же хорошие колесо не гуляет но опять же колесо не забывайте ребят если вы не хотите никаких неприятностей в плане того то что там где-нибудь подскочили где-нибудь прыгнули протяните потихонечку протягивайте протягивайте крестом и так вот потихонечку идите вот так вот крестиком я везде протягивал не ну понятно здесь здесь то все зацвело потому что здесь вот они грани немного срезали потому что сейчас я заказал новые волтики эти буду их менять конечно не знаю как я их буду откручивать но надеюсь откручу маятник маятник снял смазочки поднабил все прекрасно в суппорта тоже там он резиночки есть вот они там внутри стоят не откручивал эту защиту туда забивал смазки но смазка термостойкая долговечная какая именно я не помню как называется потому что вообще с работы халява вот передние тоже все тоже смазал тоже все прекрасно что вот в принципе все остальное как бы нормально по проводочке было конечно нюанса с фарой были нюансы надо было выровнять фара еще лежала очень сильно она как бы все равно есть потому что снизу есть крепление очень хитрое вот подставлял шайбочки сюда тут крепление я туда вставлял шайбочки 4 шайбочки вот болты м10 очень длин им хватит одном по одной шайбочки и вообще все будет супер как крыло немножечко опускается пластик ну в принципе уже остался но он мягкий покраска хорошая не царапается нигде ничего не отлетает ветки и все вообще никаких не царапин ничего нигде не обнаружил сиденья ребятки прям изумительные конечно дермантин но он очень толстый прям очень очень толстый сиденье как бы такое упругое очень нравится вдвоем сидеть комфортно удобно никаких нюансов сейчас дальше буду заказывать на него диоды ставить диодные лампы потому что здесь стоит фаре лампочка h4 галогенка стоит ходовой огонь это каркасная обычная лампочка вот тоже хочу на диодную сменить чтобы по крайней мере не портила пластик но не было вот этой вот сиськи такой выпирающий не плавила его сзади я еще не смотрел ну вот видно то что там тоже стоит обычная круглые двухконтактная лампа лямпа вот поворотники диодные работают нормально работают хорошо мотоцикл тоже работает хорошо нареканий по работе нареканий по двигателю вообще никаких все таки же 2018 году 2к 18 научились делать более-менее нормальную цена у нас в подмосковье на такой аппарат 82 900 доставку мне объявили практически 4000 поэтому договаривался с друзьями везли его таком на микро автобусе ки загрузили без проблем снял просто боковой пластик пластик рук этот пластик и боковой пластик положили на бок стянули стяжками накрыли куртками всякими шубами одеялами и нормально без проблем его довезли вот бак чистенький все везде нормально все везде аккуратно конечно по сборке его уже были сразу же видно косяки потому что ну здесь подрали здесь все подрали ручки руль на этот руль закручивали они криво поэтому везде все это подрано вот подушки зажали нету хоть даже на ирбисе блин это было но ирбис сейчас и стоит по сравнению с ним намного дороже но и качеством намного хуже так в принципе принципе ничего в нем менять вообще не надо все работает очень хорошо только поставить топливный фильтр самый обыкновенный на алиэкспрессе я заказал там их и не помню там 10 штук 50 рублей там вообще они там по 5 рублей что штука